Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Автопробег в памяти героев Великой Отечественной войны прошел в Алтайском крае. Провели патриотическую акцию члены общероссийской организации «Офицеры России». Первый массовый университетский забег прошел в парке Изумрудный в минувшую субботу. Участниками спортивного события стали более 170 студентов, школьников и преподавателей. Пожарный из Косихинского района спас соседей, оказавшихся в горящем доме. С мужчиной встретилась наша съемочная группа. Барнаульцы от смерти при пожаре спасла собака. Буквально несколько часов назад на улице Промышленной в Барнауле загорелся частный дом. Дом по адресу Промышленная 137 на два хозяина. В одной из половин, где и произошло возгорание, никого не было. В другой части дома находился Павел Атыбаев. Он спал после ночной смены. Жена и дети были на работе. «Я находился дома. После ночной смены отдыхал. Маленькая собачка на шорохе всегда реагирует. Залаяла, разбудила. Услышал треск шифера. Уже горела крыша. Шифер начал трескаться. Выскочил уже дым. Черная крыша горит полностью». В региональном управлении МЧС России сообщили, пострадавших нет. Пожар локализовали. Задействовали при тушении 14 единиц техники и 59 человек личного состава. И в продолжение темы. Спасатель – это не работа, а призвание. Пожарный из Косихинского района в свой выходной спас соседей, оказавшихся в горящем доме. С мужчиной встретилась наша съемочная группа. Дом за моей спиной горел вечером 10 мая. К счастью, обошлось без жертв. А все благодаря местному жителю Виталию Попову, который не побоялся войти в горящую избу. Виталий Попов – пожарный. В тот вечер, когда загорелся соседский двухквартирный дом, у мужчины был выходной. Виталий услышал с улицы крики с жены и сразу бросился на помощь. Сначала вывел на улицу двух пенсионеров. Отключил в доме газ и электричество. «Я выбежал на улицу, увидел соседка Рамиля Почекайлова. Она открыла у других соседей окно и заскочила туда, в окошко. Подбежал к этому окну, она подала ребенка и остальных, двух женщин. Подвела к окну и мы с ней начали их вытаскивать с окна. Еще бы хотя бы секунд 10-20-30, можно было их уже не спасти. Дым сразу в дом пошел и все». По словам местных жителей, огонь распространялся быстро. До приезда пожарной бригады тушили своими силами, всей улицей. «Увидели мы пожар, когда все соседи собрались, что у нас окна выходят не на пожар. Увидели, когда все собрались, что черный дым шел, и уже крыша горела. «Сильно горела?» «Очень сильно. Дома рядом стоят, и за свой дом опасались, что свой загорится. Ну хорошо, вот у нас сосед Виталия, он пожарный, Слава Костенков тоже, все быстро, оперативно. Вот соседи тоже, все тушили». В квартире, где вспыхнул пожар, находились три человека. Две женщины и трехлетний ребенок. С недавнего времени семья стояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении. «А вот семью дочери с ребенком 20-го года рождения необходимо было обследовать. И для начала разместили в детском отделении Косихинского ЦРБ. В данной семье оказывается психологическая помощь и поддержка. Организованы срочные социальные услуги». Причина пожара пока неизвестна. Сейчас ее устанавливает дознаватель. Тем временем местные жители пытаются помочь пострадавшим соседям. Собирают деньги на восстановление крыши. А Виталий Попов получил повышение по службе. Его назначили начальником караула. Правда, со спасением соседей это никак не связано. По словам мужчины, на его месте так поступил бы каждый. Елена Самарина, Роман Хайрулин. Новости. И к другим темам. Автопробег памяти героев Великой Отечественной войны прошел в Алтайском крае. Из Барнаула начали свой путь 10 автомобилей. Провели патриотическую акцию члены общероссийской организации «Офицеры России». В городах и селах региона они возлагали цветы к памятникам и мемориалам. Третий год общероссийская организация «Офицеры России» проводит в Алтайском крае автопробеги памяти, посвященные героям Великой Отечественной войны. В этом году активисты отправились по кольцевому маршруту. Барнаул, Заринск, Кытманово, Тогул, Ельцов, Капуштулин, Целинная, Косиха, Барнаул. В каждом городе к активистам присоединялись местные жители, которые тоже становились участниками акции. Мы же приглашаем и присоединиться. Например, я точно знаю, что с Кытманово до Тогула к нам присоединится около 5-10 машин. Соответственно, это уже ух, какая колонна между районами пойдет. По пути следования мы встретимся с людьми, которые занимаются патриотической работой. Мы их хорошо знаем, мы с ними вместе работаем, проведем мини-митинги, возложим цветы. Также акцию поддержали юнормейцы и участники поисковых отрядов края. Школьники и руководители отрядов возложили цветы к мемориалу славы на площади Победы в Барнауле. Трепетно в душе переносишь, потому что благодаря нашим дедам, нашим прадедам, которые отстояли Победу в те 40-45-е годы, конечно, мы должны отдавать дань. Подобная акция памяти проходила и в майские праздники, 7 по 9 число. Тогда в марш-броске приняли участие автомобилисты, мотоциклисты и даже велосипедисты. Участники проехали от Барнаула до горно Алтайска. Таисия Чемесова, Илья Алексеев, Новости. В Алтайском крае сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Наши спасатели готовы к столкновению со стихией. Накануне в этом убедился глава региона Виктор Томенко, осмотрев лесопожарную технику в Первомайском районе. Респиратор, каска и огнезащитные перчатки. Вот экипировка лесного пожарного. Уже третий год спасатели станции Бобровского участка стоят на страже 160 гектаров земли. Ее сотрудников также привлекает к тушению возгораний по всему краю. Готовность подразделения к пожароопасному сезону оценил губернатор Виктор Томенко. Для мобильной работы здесь закупили 120 ранцевых опрыскивателей емкостью 18 литров. В лесу, чтобы набрать, не везде есть у нас емкости, где стоят пожарные машины. Болото везде есть. Набирают вот такой, есть специальная емкость. Сделано, набираешь в болоте либо в какой-то луже и заливаешь в ранцевый опрыскиватель. Здесь стоит у него сетка, чтобы не попадало мусор, заливаешь и дальше продолжаешь тушить лесной пожар. Губернатор Виктор Томенко высоко оценил готовность техники и другого оборудования к пожароопасному сезону. Глава региона отметил, что сегодня в крае около 7 тысяч человек в разных подразделениях готовы принять участие в ликвидации пожара. Кроме того, в регионе около 8 тысяч добровольцев и полутора тысяч единиц техники. Уже наступил лесопожарный сезон и он идет по Сибири, так вот здесь и по Зауралью идет уже полным ходом. Мы с вами внимательно, конечно, новости отслеживаем у соседей, что происходит в других регионах. И, конечно, те выводы, которые надо делать, как бы учимся на каких-то ошибках или недоработках других, чтобы у себя этого не допустить. Виктор Томенко поблагодарил пожарных за работу в прошлом сезоне и подчеркнул, что наша безопасность – дело каждого жителя. Часто причиной лесного пожара становится неосторожное обращение с огнем. Одна непотушенная спичка, брошенная в сухую траву, может привести к катастрофе. Поэтому губернатор попросил жителей Алтайского края соблюдать правила безопасности и не оставлять огонь без присмотра. Юлия Шламова, Денис Кузьменко, Новости. Активные выходные для настоящих марафонцев. В парке Изумрудный прошел первый массовый университетский забег. Участники спортивного события – более 170 студентов, школьников и преподавателей. Этим забегом Алтайский государственный университет начал празднование своего 50-летия. Узнаем в сюжете, понравился ли забег самим спортсменам. Первые всегда первые. Закономерность или все же дело в отличной подготовке спортсменов. Команда «Агутим» из четырех студентов преодолела 21 километр и выиграла эстафету университетского забега. И мы выиграли. И ничего удивительного, мы пробежали хорошо, каждый отработал свою дистанцию как надо. Победу заслуживаем, молодцы. Университетский забег провели впервые. Его организовали к 50-летию Алтайского государственного университета. Площадку выбрали подходящую – парк «Изумрудный». Место притяжения барнаульцев, чтобы они тоже могли стать частью этого события. Появилась идея сначала просто провести университетское мероприятие в рамках 50-летия АГУ, позвать всех ребят, пробежать на разные дистанции. Вынесли на рассмотрение эту идею в управление внеучебно-воспитательной работы. Там поддержали, потом это все дошло до ректора, ректор тоже поддержал. И вот это вылилось в такое городское большое мероприятие. Среди участников, конечно, больше всего студентов. Их около сотни. Присоединились еще преподаватели и дети – активисты движения первых. Женщины бежали два километра, мужчины три, дети – километр. Некоторые спортсмены ставили для себя цель победить. Другие просто получали удовольствие от активных выходных. По себе бег мне интересен. Я постоянно, вот, лето, весна, осень – мои сезоны, когда я бегаю, а зимой – в тренажерном зале. Цель поставился на забег или просто получил удовольствие? 25 минут. Вот, я просто последний раз именно длинной дистанции бегал прошлым летом. И это было три километра за 13 минут. Вот, хочу пять за 25. Раньше очень активно бегал, очень часто занимался. Вот, и решил, так сказать, вспомнить былое и пробежаться еще раз за институт, за ребят, которые тоже хотели. Я надеюсь получить хотя бы минимальное удовольствие, хотя бы от того, что я финиширую. Вот, хочу чуть-чуть поработать над собой. Счастливые, хоть и изрядно вспотевшие лица участников – радость для организаторов и университета. Культ здорового образа жизни – это вот для нас прям, ну, такая вот фишка нашего университета. И мы надеемся, что этот пробег, университетский забег станет ежегодным и будет привлекать с каждым годом все больше и больше нашей молодежи. Все победители и участники получили награды и памятные призы от партнеров и АГУ. Кстати, этим забегом ВУЗ открыл марафон празднования своего 50-летия. С 15 мая на протяжении двух недель Алтайский государственный университет будет ждать всех желающих на своих мероприятиях, о которых можно узнать на сайте ВУЗа. Финалом празднования станет встреча выпускников 26 мая в Титов-арене, где гостей ждет масштабная программа. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Алина Пенигина, Денис Кузьменко.